что первое приходит вам в голову в виде вот это это капец что с этим делать я не знаю помогите спасите анатолий как неважно здесь как я поставить ники шлицы то есть первый пуск раздатки самый главный но мы это покажем новые запчасти какие будем мыть все обготавливать все будет запчасти даже озвучим цены добрый день дорогие друзья вы снова на канале омзап и с вами я роман если у вас автомобиль галопер таракан старакс или соренто и у вас есть проблемы с полным приводом она включается пинается при подключении полного привода то мы как раз в этом видео сегодня вам вместе с анатолием покажем и расскажем какие могут быть причины этих неисправностей с раздаточной коробкой передач а также покажем основные нюансы на которые стоит обратить внимание как при разборке так и при сборке ну и как пример мы рассмотрим вот этот автомобиль киа соренто 2007 года выпуска с пробегом порядка 140 тысяч километров и сейчас давайте переместимся к анатолию у него как раздатка с этого автомобиля там лежит раздатка это может быть у нас киа соренто она может быть 210 211 110 111 также она устанавливается на может устанавливаться это хунда и таракан хунда и галопер старакс и что-то там еще есть первое что мы делаем при разборке раздатки то есть мы не знаем они стучала нагремела вот данный момент она пришла к нам вот так то есть нам нужно сделать полную дефекток первое что мы смотрим растяжку цепи то есть не разбираем беремся за один за вторичный вал первичный и качаем туда-сюда и вот у нее довольно большой ход смотрите какие-то умельцы ну допустим где-то вроде бы как что-то написано что допускается из 360 градусов 90 шкива то есть растяжки у меня по опыту где-то 2025 то есть после сорока шестидесяти цепь под нагрузку уже прыгает то есть вот здесь у нас где то есть 20-25 градусов примерно то есть эта цепь пойдет на выброс ход должен быть минимальный там где-то наверное градуса 3-4 вот этот балансир разбираем далеко не выкидывает он сейчас нам пригодится что нам нужно нам нужно вытащить из жгута основной плюсовой провод на магнит и внутри центральный провод вот он нам нужен коричневый идет на магнит внутри нужно отогнуть усик так просто вставляем надавливаем и вынимаем провод наша подставочка вот она вот так она идеально подходит для дефектовки специально было придумано инженерами наверное для ремонта сколько ходит обычно 200 250 а как продлить жизнь раздатки может быть масло почаще менять многие скажут это ерунда а многие скажут да есть такая проблема то есть люди делятся на два вида таких у кого она не ходит те кто замучились устали и делать без конца и те кто не делают вообще ничего также те люди которые не делают ничего они даже не знают о том что она у них существует то есть при вопросе меняли ли вы масло они спрашивают а это что где как это стоит и что какой-то вообще масло ли и есть те кто уже замучились которые делали ее 10 раз там перебирали что-то сломали сорвали то есть это регулярно то есть вот это раздаточка попала к нам видно без следов каких-либо там взломов но чаще приходят те раздатки которые уже были перебраны не один десяток раз то есть люди без опыта разбирают скрывают и пытаются починить в итоге она приходит к нам вот на этот стол поэтому масло 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 у нас идет заходит два литра масло меняйте почаще не стесняйтесь каждые 30 40 тысяч и также необходимо при допустим каждом того следить за сальником вторичного вала довольно часто сальник начинает бежать там такое проблемное место если вы любите рыбалку и охоту дело в том что там слабенький пыльник туда попадает грязь песок разъедает сам сальник разъедает весь вал и оттуда идет течь масла и спастись просто замены масла сальника иногда не хватает так вот сейчас мы раз сняли но не нужно туда спешить заглядывать первое смотрим вот сюда обращаем внимание очень часто когда коробка раздаточная клинт или что-то выламывает корпус под подшипник под стопор здесь смотрим все целенькое масло у нас какое-никакое здесь было вот подшипники конечно мы тоже покрутим потом и мы делаем следующим мы выдергиваем вот этот сальник для чего там стоит шестерня датчика скорости и шестерня датчика скорости в первичного вала и датчика скорости обычной скорости то есть может так сказать вот она зелененькая это первое у нас это основная то есть шестерня для вот привода датчика скорости но нам нужна не она мы вытаскиваем шестерню датчика скорости вот она прилипла для чего мы вытаскиваем смотрите у нее есть такие два характерных выступа с двух сторон то есть можно перевернуть и так и сяк видно что здесь есть задир она то есть у нас шестерня подшипник и все остальное лежит на одной цепи одного вала и зажимается все одной гейк и как только у нас где то есть какой шестерни износ у нас появляется люк и пробуксовка и вот теперь переворачиваем вторую сторону и также смотрим чтобы здесь был точно такой же выступ выступ у нас на месте остался здесь уже вот пошел задир то есть рано или поздно его наверное сорвало так здесь в принципе все хорошо сейчас мы тоже выбьем эту датчики датчики вытаскиваются конечно хорошо когда мы делаем это изнутри снаружи это очень сложно чаще всего они ломаются при снятии на датчики надо обратить особое внимание то есть вот сейчас допустим если раздатка не работал вполне возможно что причиной мог стать датчики допустим если она закусывала вот мы видим обломки на магнитике то есть они будут мешать работать то есть при повороте вправо или влево вот эти датчики из-за этой грязи или какого то куска металла на нем будут работать некорректно датчики такая тоже довольно серьезная вещь их можно взять мультиметр и померить сопротивление это нужно будет сделать обязательно потому что сейчас мы можем полностью вложиться в раздатку там в 20-30 тысяч собрать ее в итоге не работающий датчик будет снова бить ее при повороте снова растянет цепь разобьет и магнит проверяется очень просто ложим металлический стол подсоединяем 12 вольт массу на стол и он должен держать то есть мы своим усилием не должны его сдвинуть с места так смотрим червяк который включает пониженную вот здесь обращайте внимание вот этот хвостик внизу направляющие очень часто обламывает когда вилку закусывает сама вилка необходимо на пластиковые втулки обратить внимание чтобы не были сломаны так вот тут есть такой магнитик тоже для сбора довольно такой грязный есть вытаскиваем верхнюю шайбу вот смотрите мы здесь видим что работали шарики масла не хватало в раздатке то есть здесь сухо подшипник у нас первичные облонные муфты получается это прижимная муфта а шарики вот этот как раз муфта она смягчает включение то есть у нее присутствует функция автовые у данной назад вот здесь тоже видно что все сухо то есть масло в раздатке не хватало было голодание так вот сюда еще положим так сборе вытаскиваем здесь у нас остается шестерня пониженной передаче нередкость ее закусывает когда псевдопривод или механизм включения она попадает между допустим получается между первичным валом и самим дифференциалом попадает вот в это положение и машина не едет вообще то есть она либо сюда включается либо вниз включается здесь тоже визуально все целое видно что есть некое голодание масло вот он у нас вал его необходимо снять вторично нам проверить что там с этим сальником ну вот сальник работает где у нас более такая глянцевая поверхность а вот дальше работает пыльник видно уже то есть у нас на сальнике имеются сальник который держит масло и резиновый пыльник так здесь тоже вроде все здесь особо мы вот здесь можно принципе заметить вот наверное за светом он туда посвятить видно что дифференциал работал вообще на сухую то есть масла не хватало дело в том что раздатка получается вот так у нас стоит и дифференциал находится верхней части то есть вот здесь нижняя часть хватает верхней не хватает поэтому насос заборник находится внизу причиной скорее всего стал сальник который вытекло масло хотя здесь мы ничего не видим дело в том что ее еще помыли и вот кстати 6 здесь мы рассматриваем пятно контакта то есть шестерня это нам пойдет она будет работать но вот здесь вот видно что допустим вот на этой части мы смотрим у нас на краю нету ничего а переворачиваем вот они зубы то есть цепь работала наскакивала уже наверх пятно контакта должно быть в глубине шестерни то есть зубью она была на самом самом краю то есть шестерня говорит о том что цепь растянулась так снимаем цепочку и сейчас будем смотреть фракционный и насос цепочка замена однозначная фракцион сейчас выкидываю вот как ты определяешь покажи чтобы наши любимые зрители ну смотрите фракцион при голодании или недостатка масла станет сразу коричневого цвета синего черного ну какого угодно но не вот такой он как бы зеленоватый сам металлическая часть и сам он то есть тут он прекрасно выглядит как будто он новый фракцион и у него есть то есть характерные такие полоски которые показывают нам степень износа да он как новенький здесь такой маленький стопорочек надо вытягивать оттуда так вот здесь тоже необходимо обращать внимание если задержаны шестерни тут тоже все идеально и также стоит шайба между насосом и основной шестерни на ней тоже нужно смотреть ее как задирает так и продавливать то есть здесь я вообще явных проблем то есть механической части не вижу вот он сам вал то есть здесь тоже смотрим задиры вот где работает насос здесь ничего нету где работает шестерни не задиров тоже все прекрасно масляный насос будем вскрывать принцип работы похож на на масляный насос здесь конечно довольно грубые задиры имеются у нас опять смотрим на пятно контакта внутри обращаем внимание то есть как он вращался вот здесь тоже полностью везде задиры снаружи и внутренней стороны смотрите по насосу по идее то есть этот насос должен был убить фракционы здесь довольно такая странная не каждый день такой встречаешь при разборке раздатки обычно при голодании масла то есть сухого дифференциала сухой муфти и неисправного масляного насоса здесь все должно было развалиться но в нашем случае все прекрасно то есть все шестерни шайбы то есть сцепление все в идеале поэтому здесь из механической части мы будем менять масляный насос и менять цепь и также у нас останутся еще две вещи которые нам необходимо будет проверить сальники понятно мы заменим первичного вторичного вала так зацепился появилась масса вот он он держит он очень сильно он вот за болтик чуть-чуть сцепляется где есть контакт нет он он очень серьезно держится но он и должен в принципе удерживать весь крутящий момент который передается на колеса правильных газу и шарите у нас регулярно то есть даже когда мы запускаем двигатель туда сразу подается 5 8 вольт то есть постоянно идет питание на магнит то есть она готовности и при пробуксовки допустим он уже подает некое напряжение то есть это может быть 9 вольт 12 вольт а когда мы уже включаем пониженную то есть он уже дает полный то есть замыкает муфту полностью блокирует ее и она уже стоит жестко функции авто то есть это может быть приходить там 5 и 8 вольт это может быть 9 7 12 но он отслеживает по всей видимости до пробуксовки колес за этим датчиком и подает зависимости от именно момент нагрузку да поэтому и движение эта штука торг и он демон то есть момент по требованию как как у нас оба на я одной рукой оторвал магнит выходит в строе крайне крайне редко очень крайне у меня допустим пусть из сотни раздаток всего было два случая теперь мотор мотор да и мотор вот они два у нас силовых это желтый и оранжевый провод вот они самого края так роман держите вот так и включаем мотор то есть мотор тоже может как правило под закусывать не вращается вроде ровно добиться вращается ровно без рывков конечно не есть посторонний звук какой-то такой вот в одном месте как будто он тяжело прямо закусывает то есть учитывая что он сейчас не имеет нагрузки у нас нет у нас не и вала не вилки ничего и то есть в одном месте он каком-то даже немножко туговато то есть в курсе такой не засел да мотор смотрите мотор мы приговаривать не будем дело в том что мотор можно заменить прям на раздаточной коробке то есть на машине так роман вы мне сейчас будет снова помогать слова так берете вот так держите его со своей стороны чтобы не было так мы будем мерить короткий и длинный в одном положении он должен дать 1400 и 1700 1600 690 1700 должно быть то есть это датчик одна часть работает 1450 рабочий это у нас был короткий теперь длинный точно также прозвоним длины 1405 есть меняем полярность и мерим вторую сторону 1560 говорите также причиной просто сейчас 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 мы вот этот датчик у нас не дотягивает то есть причиной может быть просто банальная грязь от моем то есть вот эти остатки металла они не будут давать сделать правильный замер 1400 вот было 1405 то есть помыли уже 1413 1577 это будет достаточно то есть разбег небольшой работ будет подведем итог довольно такой интересный случай здесь датчики целый псевдо привод у нас целый задиров по валам шестернем ничего нету кроме масляного насоса по механике уже говорили чтобы меняем муфту а меняем цепь меняем масляный насос меняем два сальника заливаем новое масло принципе у нас все целое все на этом будем на дефектовочки заканчивать но мы уже это покажем да мы новые запчасти какие будем мыть все обготавливать даже озвучим цены ну разложили мы помытые запчасти и новые и приступаем к сборке да мы все будем приступать к сборке я нам обещал рассказать какие-то секреты выдать ну очень интересно секреты в целом мы еще при дефектовке вот роман скажите мне что первое приходит вам в голову в виде вот это это капец что с этим делать я не знаю то есть помогите спасите анатолий как это собрать правильно так как мы меняли сальник вытаскивали вал начинаем мы смотрим из стороны новый сальник у нас будет сальник может быть полностью быть резиновый либо частично металлический для того чтобы сальник зашел желательно конечно немножко промазать вот так чтобы он не закусил также мы будем поступать со вторым датчиком сальником с датчиками скорости здесь мы смазывать сальничек не будем потому что внутри есть смазка то есть вот так она выглядит в сальничке вот внутри то есть это уже второй выберем сальничек вал мы тоже помыли пыльник подправили берем наш отвес который помогал нам в разборке и который специально изготовлен таким образом будет теперь помогать нам сборки ставим стопор вот отсюда берем колечко и ставим стопор так ну что секрет секрет первый секрет при сборке обязательно все тщательно смазываем то есть не бойтесь прямо вот берем кисточку и тем маслом который здесь будет использоваться все промазываем масло здесь какое используется здесь у нас sp3 если вы зальете даже тоже масло которое идет в соренто именно евро 4 там дизельный red 1 мать и g ничего страшного не случится то есть основа у них одна дальше дальше мы берем червяк вот сюда вот так устанавливать червячка шестерню вилку вал который будет все это соединять и снова все берем кисточку и снова все промазываем ну сейчас вал сюда фиксируем и вставляем его теперь проворачиваем и смотрим то есть сейчас у нас вал конечно будет работать плохо то есть вот так он у нас фиксируется ходит и вот он опускается это у нас вращает мотор это у нас вращает мотор да вот сюда через привод следующий ход мы берем первичный вал первичный вал новый масляный насос насос масляный сразу заведомо мы промазываем немного так насос у нас будет вот таким образом стоять здесь есть у него насоса паз в который нужно попасть первичным валом по-другому его не оденешь нет по-другому насос не встанет не на специалисты есть не спорю вот потом все аккуратненько опускаем вот он наш насос встал устанавливаем маслозаборник а у нас как раз и есть да вот эта нижняя часть нижняя это самая нижняя заборник находится в самом низу еще раз есть все тоже промазываем следующее у нас идет шайба между насосом у нее иногда продавливает одну сторону это ту часть которая вот к насосу она вот так была в этот раз мы ее перевернем когда снимаете обратите внимание когда я но обычно она прям с этим идет таким большим зазором так вот этот вал сейчас мы можем вот здесь вкладыш это тоже можем цепь у нас новая бор кварна вот она цепочка на нее накидываем одну шестерню и вторую и вот так опускаемся здесь ставим шестерню с которой чистывает датчик вторичного вала теперь устанавливаем корзину корзина для фракционов то есть муфты неважно здесь как я поставить некий шлицы здесь есть направляющие у нее шайба и это же устанавливаем потом направляющие для фракционов шестерня через нее вот здесь отверстие есть через нее смазываются фракционы то есть давление масла подается на вал и с вала выходит через шестерню здесь отверстие и смазывает фракционы то есть у неё есть нижняя и верхняя часть поэтому возможно ли до мости насauft просто если и перевернуть вверх ногами то она не встанет то есть вы не сможете один фракцион потом вот это маленькое стопорное колечко колечко есть потом кидаем сразу пружинку можно и все начинаем собирать собирать фракцию кидаем 1 и за каждым фракционом желательно промазать то есть первый пуск раздатки самый главный так вот здесь по фракционам вот он наш фракцион чтобы фракцион смазывался и между ними проходила вам необходимо чтобы вот эти отверстия все совпали друг на друга то есть выбираем какой-нибудь зуб вот допустим по центру и бросаем его так бросили потом закидываем стальной еще раз берем фракцион и снова смотрим вот он у нас зубик 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 вот он наш зубик вот он совпал то есть отверстие должно быть совпасть вот так допустим все друг напротив друга то есть если вы их перепутаете то смазывается будет она неправильно у нас получается 6 стальных 6 сферидо это как блины у бабушки то есть она накидывает накидывает и между ними смазывает маслом потом их окунаем мед и съедаем так вот он был наш последний фракцион дальше идет вот такая шайба она не важно как ставится просто бросили потом идет кольцо смягчающие пластиковое кольцо чтобы не было удара то есть это не как шайба это она работает как демпфер после нее идет вот такая как сказать ведущий ведомый диск у него есть разница то есть вот эта рабочая поверхность видно что она работала а это прижимается туда вот сию накидываем тоже неважно как ее ставить то есть можете перевернуть сколько угодно вот по усадке этой шестерни шайбы можно судить насколько изношены фракционы опять же отталкиваясь от опыта допустим вот если она до двух миллиметров в глубину это допуск еще то есть фракционы будут еще работать так следующий момент идет вот такая волнистая шестерня у нас шайба который как раз играет роль демпфера здесь у нас стоит три шарика для того чтобы при сборке корпус будет опускаться возможно будут какие-то толчки или деформация то есть но как-то она будет сыграть и шарики может быть выскочить шарики вставляем теперь идет вот эта большая шайба и и направляем на шарик смотрим что да ну чтоб совпало ну и вот примеру если мы вот так делаем пытаемся провернуть она на месте не правда и вот так она будет играть когда магнит будет работать она будет прижимать вот в таком положении то есть так дальше у нас идет подшипник все подшипник ложим здесь смазываем все по этой части мы закончили здесь у нас все собрано здесь необходимо обезжирить нанести герметик и закрыть сейчас будем собирать вторую часть сюда мы ложим шестерню неважно какой стороной вы бросите то есть разницы не имеет также шестерня датчика скорости тоже не имеет значения как она будет лежать там снова сальник снова летал нередкость когда сальники закусывают потом пропускают вдоль корпуса поэтому сальники одинаковые до сальники что первичного вторичного вала одинаковые так готова теперь берем два датчика также используем и тольчику здесь резиночка у нас есть довольно часто встречается что датчик бежит бежит из-за того что там либо его кто-то ударил он текстолитовый очень лопается либо колечко закусила при установке в нашем случае мы будем надеяться что у нас все это зайдет от руки то есть как и должно быть все датчик на месте теперь 2 вот так честно чуть-чуть так переворачиваем и вставляем сюда магнит наш магнит не тот баги до которого мы подумали да 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 это немножко не тот магнит который мы подумали тот магнит сейчас мы еще нам предстоит найти и установить напомним обеспечивает включение полного привода все зафиксировали вот здесь вот здесь сейчас мы обратно отгибаем уси которые мы загнули не забудьте а то когда будете одевать раздем у вас может штуцер но он выскочит да она мы вот его вставляем и вот он у нас зафиксировался так ну чё все здесь у нас тоже собрано остатки мы будем потом подкидывать собирать потом сейчас здесь тоже поверхность подготавливаем который у нас она у нас стоит на герметике то есть никакой прокладки здесь нету так ну все почистили магнитик этот же магнитик прижимает и держит заборник в необходимом положении герметик лучше использовать импортно не нужны такими автосилами да да ну вот такой вот меня очень устраивает то есть черный он очень хорошо так схватывается это виктор рейнс у нас но он специальной упаковки под давлением сам удобно то есть те старые тюбики которые были с винтиком надо было там их учились вот сейчас берем вот так аккуратненько наблюдать надо будет вот за этим отверстием и вот за этим валом то есть сюда следим и сюда следим при закрытии все вал направили 1 2 и синхронно опускаем вот все готово теперь ничего не прикручиваем сразу кидаем фланец кидаем фланец и смотрим ход цепи вот то есть смотрите сейчас мы берем и вот пробуем качать его нету вообще то есть он еле-еле вот он вот он тук 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 ну то есть помню 2 2 миллиметра там буквально вот выходит да там 20 процента то есть совсем чуть-чуть до этого этого градусов 10 до у тебя да так же сразу проверяем включение пониженной оно должно включаться от руки вот мы сейчас прокручиваем и пытаемся включить все вот она у нас включилась мы чувствуем усилия на первичный вал выключаем все должно включаться от руки никакими не плоскогубцами ничем вот все включилась отключилась все сейчас мы ее притягиваем но будем устанавливать уже электродвигатель то есть сюда последователь затяжки болтов здесь никакой не играет потому что корпус со многими ребрами жесткости поэтому главное без фанатизма если опыта гайковертом лучше не заворачивать лучше прищеткой руками да просто если это конечно ваша сотая раздатка то можете использовать гайковерт так вот здесь вот здесь у нас укладывается вот такой манжет резиновый чтобы не подтекала между шкивом этим иногда то есть он бывает порванный потом будет подтекать маслица шайба а если у тебя нету допустим в гараже где мы делаешь у тебя это уплотнитель порвался можно герметик можно использовать для герметик то есть она играет роль то есть как но обычный резинку платить затягиваем до упора все должно быть зажат фиксируем гаечку так ну что и теперь теперь у нас так датчик скорости устанавливаем так электродвигатель также устанавливается на герметик то здесь мы его почистили также устанавливается на герметик то есть чтобы влага сюда не попала не попала как в саму раздатку хотя там есть сальничек мало ли песок тоже особо здесь не надо усердствовать у нас тут получается взаде кронштейн его фиксирует и три основных какая там передача у тебя включена не принципиально нет передача принципиально то есть должна включена быть обычно пункта повышены до либо внутри повышен отвес вот этот отвес он нужен для смягчения включения и отключения пониженной передачи может быть многие замечали что когда мы включаем происходит удар то есть его прям слышно ударчик и вот именно для смягчения этого удара и нужен этот отвес довольно тяжелый если вы допустим включаете и слышите большой такой мощный удар при подключении это говорит о том что либо у вас отсутствует балансир который смещает либо у вас есть зазор на цепи допустим неисправно ну что вот собрали все у нас готово масло заходит 2 литра раздаточку завтра будем устанавливать поэтому по раздаточкам обращайтесь приезжайте ну и давайте подведем итог по стоимости если вы делаете комплекс работы у нас то есть и снятие установку и разборку сборку по раздаточной коробке производится в нашем автосервисе это стоит 11 тысяч 500 рублей по работам если же вы привезете нам отдельно снятую раздавку по стоимости звоните по телефону на приемку пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал ну а с вами был анатолий и я до новых встреч в эфире